Dodge Coronet это одна из самых популярных классических мопаровских моделей продержавшиеся на рынке семь поколений с 49 по 76 год в 1966 году она дала жизнь легендарному чарджеру и с тех пор оставалась в его тени несмотря на то что продавалась гораздо лучше а некоторые версии Coronet напротив считаются самыми редкими заводскими моделями не только в сша но и во всем мире после завершения второй мировой войны компания Dodge возобновила производство легковых автомобилей для гражданского рынка к 46 модельному году и также как у большинства прочих американских автостроителей новые представленные модели мало чем отличались от тех которые выпускались в довоенный период устаревший дизайн был одной из самых слабых сторон машин Dodge почти поголовно приводившихся в движение не самыми выдающимися шестицилиндровыми двигателями первое серьезное изменение в дизайне явно проявились лишь в сорок девятом модельном году когда были представлены новые легковые модели с новыми именами Dodge Wayfarer Dodge Middlebrook и Dodge Coronet точнее модель была всего одна но комплектаций было три именем Coronet обозначающим почти то же самое что и Corona была обозначена топовая комплектация легковых доджей имевших длину в 517 сантиметров и отличавшихся улучшенным оснащением и некоторыми стилистическими нюансами все три машины приводились в движение одинаковыми 230-ми 3,8 литровыми шестицилиндровыми моторами типа Flathead мощностью в 103 лошадиных силы и вместе предлагали покупателям 7 типов кузовов начиная с двудверного купе и заканчивая восьмиместным лимузином в такой форме модельная линейка просуществовала до 54 года когда место флагмана заняла модель Royal которая вместе с Coronet впервые предложила покупателям опциональные восьмицилиндровые моторы Redram V8 мощностью в 175 лошадиных сил и Super Redram развивавший уже 183 лошадиных силы имея идентичные блоки цилиндров рабочим объемом в 241 кубический дюйм или 3,9 литра эти двигатели различались формой камеры сгорания если более мощный Super Redram был традиционным хэмми то есть имел полусферические камеры сгорания с одной полусферой в каждом цилиндре то Redram относился к типу Poly и имел полисферические камеры сгорания с двумя полусферами в которых были расположены впускной и выпускной клапаны полисферические двигатели Chrysler в специальной литературе могут обозначаться как полухэмми но в обывательской среде они чаще всего относятся к традиционным хэмми Chrysler использовал моторы Poly как более дешевую альтернативу настоящим хэмми и выпускал их всего несколько лет еще в 1949 году Chrysler переманил из студибейкера одного из талантливейших дизайнеров своего времени Вирджила М. Экснера у которого уже в начале 50-х начала сформироваться идея о совершенно новом дизайне для будущих Chrysler в том числе и Dodge к 55 модельному году эта идея была реализована в полностью новой стилистике получивший имя New 100 Million Dollar Look то есть новая внешность на 100 миллионов долларов и кстати несмотря на название Chrysler потратил не 100 а 250 миллионов долларов чтобы разработать и начать производство новых моделей стилистики 100 Million Dollar Look цельное панорамное лобовое остекление относительно небольшие плавники на задних крыльях в которые были встроены фонари а также увеличенное количество хромового отделки экстерьера стали главными признаками этой стилистики но нельзя забывать и о другом важном моменте легковые автомобили всех подразделений Chrysler стали ниже шире и длиннее они стали более вместительными и одновременно более элегантными а кроме того они стали мощнее и быстрее поскольку комплектации Wayfarer и Middowbrook продавались из рук вон плохо производитель вывел их из линейки и коронет нового третьего поколения дебютировавшего под знаком 55 модельного года превратился в базовую комплектацию модель была доступна как в стандартном кузове седан так и в форме двух или четырех дверных бестоечных хардтопов стандартный коронет также продавался в универсальном кузове получившим дополнительное имя субурбан но модели высшего уровня Dodge Royal и новейший еще более шикарный Dodge Custom Royal были доступны только в двудверных кузовах причем для хардтопов и кабриолетов в названии добавлялось слово лансер то есть улан или копьеносец по этой причине на кузовах лансеров красовались соответствующие логотипы также в линейке Dodge появилась эксклюзивное женское издание идентифицировавшиеся как La Femme по сути под этим именем продавались феминизированная в понимании Dodge версии Custom Royal Lancer у которых логотип копьеносца был заменен эмблемой La Femme а кроме того в дизайне использовались так называемые женские цвета розовый на кузове и золотистый в салоне с каждым женским Dodge поставлялась эксклюзивная женская сумочка золотистого или розового цвета с золотистым медальоном в которой находилось зеркальце с пудреницей футляр для помады зажигалка портсигар и маленький кошелек в спинке передних кресел имелись специальные отсеки для хранения этой сумочки и прочих женских мелочей в 1956 году список оснащения для La Femme добавился розовый зонтик к сожалению попытка Dodge запустить эксклюзивную женскую модель не нашла поддержки в сердцах американских автомобилисток и с общим тиражом в полторы тысячи проданных экземпляров модель La Femme ушла с рынка по завершении 56 модельного года коронет третьего поколения получил новую раму с колесной базой в 305 сантиметров общая длина кузова увеличилась и достигла отметки в пять метров тридцать девять сантиметров силовая линейка теперь состояла из одного шестицилиндрового мотора и нескольких вариантов поли и хэми v8 наиболее мощный из них выдавал сто девяносто три лошадиных силы и триста тридцать два ньютон-метра момента с объема в двести семьдесят кубов или четыре целых четыре десятых литра уже в пятьдесят седьмом году коронет вступил в очередное четвертое по счету поколения продержавшиеся по пятьдесят девятый включительно на смену стилистике 100 миллион доллар лук пришел новый экснеровский дизайн forward look новые доджи заметно изменились внешне став еще длиннее и еще шире при этом они в некоторой степени утратили свою былую элегантность получив взамен наиболее радикальное и в какой-то мере экстремальное стилистические решения эпохи space age сдвоенные передние фары с массивными хромированными надбровными дугами огромные хромированные бамперы причудливой формы и ставшая еще более высокими плавники на корме которые по словам экснера выполняли роль стабилизаторов во время движения с высокой скоростью впрочем в этот период большинство американских полноразмерных автомобилей очень старались быть похожими на самолеты и доджи разумеется не могли стать исключением в этой же стилистике были выдержаны и прочие полноразмерные крайсеры включая знаменитую кристину плеймут фьюри а который на нашем канале уже был отдельный выпуск наиболее мощные версии коронет в это время выступала модификация д 500 чей 325 в 8 развивал мощность в 310 лошадиных сил и будучи присоединенным к трехступенчатой механической трансмиссии заставлял 5 4 метровую машину массой около 18 центнеров разгоняться с места до сотни километров в час чуть медленнее 9 секунд однако механическая коробка и апгрейд пакет d500 предназначались скорее для безбашенных и к тому же достаточно обеспеченных гонщиков тогда как большинство покупателей предпочитали выбирать менее мощные двигатели и менее агрессивные двускоростные автоматические коробки power flight управление которыми осуществлялось с помощью кнопок еще одна новинка который обзавелся коронет это инновационная торсионная подвеска которую краслер продолжал использовать на своих заднеприводных машинах с минимальными изменениями еще несколько десятилетий спустя флагманский коронет кастом royal предлагался с 13 основными цветами кузова и был доступен как с монотонной так и с двух и даже с трех цветной схемой окраски в результате у покупателя был выбор из 76 возможных комбинаций выбор цветов для оформления салона был немного меньше однако в любом случае он был куда богаче чем у покупателей современных машин из 21 века одной только тканевой обивки на флагманском коронете было доступно пять цветов причем ткань всегда сочеталась с винилом также представленным несколькими цветами из интересного опционального оборудования для модели можно отметить четырехуровневую электрорегулировку водительского сиденья которое могло выворачиваться наружу для удобства посадки авто затемняемая внутрисалонное зеркало заднего вида кондиционер а также м радиоприемник с автоматической настройкой частоты и даже небольшой проигрыватель грампластинок который устанавливался только по спецзаказу в 1957 году продажи модели коронет превысили 160 тысяч единиц что было примерно на 40 тысяч больше чем в 57 однако на фоне экономической рецессии 58 года реализация всех легковых моделей крайслер в том числе и доджей начала быстро снижаться концу 59 было продано около 96 тысяч коронетов всех комплектаций тогда как общее количество доджей реализованных в этом году едва превысило отметку в 160 тысяч что было почти на 40 процентов меньше чем в 57 чтобы переломить ход событий 60 модельному году компания додж полностью пересмотрела всю линейку своих легковых автомобилей изменив не только их дизайн но и название взамен коронета все еще выступавшего базовой моделью появился дарт модели royal и кастом royal были заменены на motador и полара соответственно и все они были полноразмерными автомобилями жизненный цикл коронет прервался на пять лет и когда к 65 году модель вернулась в легковую линейку додж эта линейка была уже совершенно не такой как раньше теперь она состояла из компактных моделей куда входило несколько комплектаций дарт базировавшихся на шасси с колесной базы в двести восемьдесят два сантиметра полноразмерных авто таких как полара с колесной базой в 307 сантиметров и промежуточных среднеразмерных моделей которые также именовались старшими компактами они-то и были представлены аж семнадцатью различными вариантами коронетов купе седаны хардтопы и кабриолеты имели колесную базу в двести девяносто семь сантиметров универсалы способны принять набор до девяти человек в двести девяносто четыре сантиметра но при этом габаритные размеры были одинаковыми у всех пятьсот восемнадцать сантиметров длины сто девяносто сантиметров ширины и всего сто сорок два сантиметра высоты при этом с точки зрения дизайна новый коронет действительно был новым не имевшим вообще никакой связи с предшествующими поколениями по какой-то необъяснимой причине истоки которые мне отыскать так и не удалось на пятом поколении dodge коронет производитель начал использовать чрезвычайно запутанную систему обозначения комплектаций зависевшую от типа кузова уровня оснащения и доступного двигателя которых всего было семь поначалу таких комплектаций было всего три коронет коронет 440 и коронет 500 у которого была собственная флагманская комплектация 500 с и то есть special edition затем в тысяча шестьдесят шестом году базовый коронет исчез его место заняла 440 модель а топовой комплектации стал коронет делюкс еще через год в линейку добавилась новейшая топовая версия коронет арти то есть род трек это была самая мощная и роскошная версия модели доступная только с двигателями 440 magnum v8 объемом 7,2 литра и мощностью в 375 лошадиных сил или самым высокопроизводительным мопаровским агрегатом опциональным 426 хэми развивавшим 425 лошадей заявленной мощности как бы странно это не казалось но двигатель 440 magnum v8 который строго говоря не был топовым силовым агрегатом был доступен на всех комплектациях модели за исключением базовый коронет 440 несмотря на использование индекса 440 в ее названии но при этом 440 коронет можно было заказать с любым из оставшихся 6 двигателей включая 426 хэми имея 7 литровый хэми под капотом хард топ коронет 440 весивший чуть больше 1700 килограмм из-за довольно скудного оснащения мог разгоняться с места до 60 миль в час то есть до 97 километров в час быстрее 6 секунд и проходить четверть мили примерно за 14 секунд максимальная скорость составляла сто семьдесят четыре километра в час в 1965 году базовый коронет 440 самым простым мотором 225 косой шестерка и мощностью всего в 145 коников можно было купить за 2440 долларов или около 23 тысяч в переводе на цены 22 года при этом цена опционального мотора хэми составляла почти тысячу баксов то есть увеличивала стоимость базовой версии почти на 40 процентов в базовой форме все коронеты предлагались с трехскоростной механической коробкой в качестве опциональной трансмиссии выступала 4 скоростная механика либо трехступенчатый автомат автомобильная пресса того времени отвечала несколько довольно существенных и полезных отличий модели коронет от конкурирующих с ним мид сайзов прочих производителей сюда относилась новое лакокрасочное покрытие более устойчивое к царапинам и сколам улучшенный винил для обивки сидений который благодаря новой технологии производства был менее подвержен истиранию опциональная виниловая крыши также лучше противостояли внешним воздействиям поскольку были трехслойными с усиливающей резиновой прокладкой в качестве центрального слоя наконец надежный фланцевый задний мост с коническими роликовыми подшипниками позволял перевозить более тяжелые грузы в багажнике особенно это было полезно для универсальных версий коронет чей полезный грузовой объем со сложенными задними сидениями составлял внушительные два с половиной кубометра свой новый коронет додж начал продвигать под лозунгом идеальный автомобиль семейного размера апеллируя главным образом к его колесной базе самой длинной в классе среднеразмерных авто 65 года и покупатели в целом согласились с этим лозунгом 65 стал чрезвычайно успешным для додж компания продала более полумиллиона своих легковых машин всех размеров при этом более 200 тысяч из них пришлось на модель коронет представленный 66 году чаржер созданный на основе коронет усилил позиции компаний на молодежном спортивно ориентированном рынке однако классическому чаржеру никогда не было суждено обойти коронет по продажам 1968 год внес заметные изменения в дизайн модели коронет она начала использовать полноценный и самый популярный в то время дизайн в стиле бутылки кока-колы разделив некоторые его элементы с бюджетным маслкаром плимут родранер о котором уже было видео на нашем канале и именно новый родранер с его мультяшным символом бегущий калифорнийской зеленой кукушкой натолкнул ребят из додж на создание модели коронет супер би символом которой стала пчела шлеме и на колесах несмотря на то что фраза супер би напрямую переводится как супер пчела в ней также был заложен и некоторый скрытый смысл обыгрывающие название архитектуры би бади на которой базировались charger родранер и коронет хотя супер пчела позиционировалась как отдельная модель в линейке додж по факту она представляла собой базовую то есть самую дешевую версию купе коронет 440 со слегка измененным дизайном передка и корме и это указывалось в рекламных материалах однако супер би уже сразу была доступна с усиленной подвеской и усиленными тормозами а также 6 2 литровым двигателем 383 v8 некоторые компоненты которого были позаимствованы у 440 магнума в результате двигатель оказался дешевле в производстве чем 440 и легче но при этом развивал достаточно внушительную мощность 335 лошадиных сил с крутящим моментом в 576 ньютон-метров также на супер би был доступен двигатель 426 хэмия но специально для супер би он удорожал стоимость базового коронета не на 40 процентов а лишь на 33 супер би был таким же бюджетным маслкаром для додж каким родранер был для плимут но сама марка додж была более дорогой и престижный чем плимут и поэтому супер пчела была лучше оснащена чем дорожный бегун и соответственно стоило дороже 3030 долларов против 2940 к сожалению для додж эти 110 баксов переплаты и сыграли супер пчелой злую шутку те кто хотел купить действительно бюджетный голый мопаровский маслкар выбирали родранер а те у кого было денег чуть побольше предпочитали доплатить 300 баксов сверху и получить еще более мощный но очень хорошо оснащенный коронет арти таким образом шестьдесят восьмом году тираж супер би составил всего 7800 экземпляров тогда как коронет арти разошелся в количестве почти 11 тысяч единиц а родранеров было продано все 45 тысяч 69-му модельному году ребята из додж осознали что бюджетность это не про додж и они немного подняли цену распространили действия комплектации супер би не только на кузов купе но и на бестоечные хардтопы и добавили в линейку опциональный 440 в 8 с тремя двухкамерными карбюраторами обозначавшийся как с икс пэк развивая 390 лошадиных сил и 651 ньютон-метр он был почти таким же могучим и безумным как хэми но стоил значительно дешевле в результате продажи супер пчелы серьезно улучшились достигнув отметки в 28 тысяч единиц однако и плимут обзавелся аналогичным мотором 446 bbl имевшим точно такие же характеристики и поэтому он обошел по продажам додж соотношений почти три к одному когда в 1970 году додж коронет обзавелся новой радиаторной решеткой с двойным хромированным обрамлением реализация модели супер би серьезно снизилась и в семьдесят первом году она уже не поступила в продажу но имя супер би в течение одного года использовалась для обозначения опционального пакета для чаджер несмотря на то что пятое поколение модели коронет выпускавшийся 65 по 70 включительно благодаря широкому разнообразию комплектаций и правильной ценовой политики стала самым популярным легковым доджем на рынке некоторые варианты модели также стали и самыми редкими не только среди доджей но и вообще среди всех серийных автомобилей в мире так крайне малым тиражом были представлены базовые модели коронет с двигателями хэми а кабриолетов арти хэми была выпущена и вовсе всего лишь четыре экземпляра два в шестьдесят седьмом и два в семидесятом из машин выпущенных семидесятом году до наших дней дожила всего одна и именно она считается сегодня самым редким американским масл каром в принципе совсем недавно этот сверх мощный кабриолет претерпел всеобъемлющую реставрацию его предположительная рыночная стоимость составляет сегодня от одного до полутора миллионов долларов с 1971 по 1974 выпускалась шестое поколение коронет все еще использовавшая как окольную стилистику кузова разбавленную некоторыми элементами фюзеляжного дизайна которую крайслер в этот период использовал на своих полноразмерных моделях отныне коронет начал предлагаться только в кузовах четырехдверный седан и универсал ежегодные продажи снизились в два раза и составляли примерно по восемьдесят тысяч единиц в год покупателями коронетов все чаще начали выступать таксопарки и полицейские департаменты из линейки силовых агрегатов сначала исчез двигатель хэми затем четыреста сороковой семьдесят четвертому году самый мощный 400 и в 8 объемом в шесть половиной литров развивал мощность в 250 лошадиных сил и крутящий момент в четыреста сорок семь ньютон метров 75 году когда вышло финальное седьмое поколение модели в линейку вернулись кузова купе и двухдверный хардтоп роскошная комплектация коронет брогом в двухдверном кузове стоило 4150 долларов а самым дорогим коронетом стал 5 7 метровый универсал крестфуд имевший шикарнейшее оснащение ни в чем не уступающие брогомом такая модель стоила пять тысяч сто пятьдесят долларов или около 30 тысяч в пересчете на 2022 год седьмое поколение коронет просуществовала всего два года за это время было продано чуть больше сотни тысяч экземпляров из которых более десяти тысяч были приобретены корпоративными клиентами в 1977 модельном году имя коронет исчезла из американской модельной линейки однако в южной америке его использовали еще некоторое время для обозначения средней размерной модели в сша продававшийся под именем дипломат прямым преемником американского коронета стал монако приехавший семьдесят седьмом году с полноразмерной платформы сибади на среднеразмерную бибади на современном коллекционном рынке средняя стоимость додж коронет за последние пять лет составляет 42 с половиной тысячи долларов реальные цены сильно варьируются в зависимости от поколения и состояния к примеру модели первого поколения в среднем продаются почти за десять тысяч а последние коронеты из второй половины семидесятых всего за три тысяч наибольшим спросом разумеется пользуются модели пятого поколения самые популярные одновременно самые редкие в некоторых комплектациях их средняя цена за последнюю пятилетку составляет почти 50 тысяч долларов однако совсем нередко коронеты пятого поколения продаются по цене 100 тысяч долларов и выше тем не менее для современных любителей классических мопаров коронеты все еще не являются такими же желанными приобретениями как чарджеры второй половины шестидесятых одна лишь только средняя цена на которые за последние пять лет составляет сто шестнадцать тысяч долларов и может достигать и даже превышать полмиллиона напомню трилогия посвященная истории dodge charger вышла на нашем канале почти три года назад а